итак поговорим о коррекции магнитофона Ялз-5 коррекция такая же самая на самом деле важная частотная коррекция самая важная штука это то как магнитофон будет потом звучать когда у вас все исправно ЛПМ исправно динамики исправно усилитель исправно вся схема исправна самое важное теперь коррекция вот Ялз-5 и вообще все магнитофоны ранних шестидесятых нужно даже до конца шестидесятых советские по крайней мере ламповые у них эта коррекция ну наверное все таки не стандартизирована она у меня даже немножко удивляет когда я чиню магнитофон и потом смотрю как это все работает магнитофон и конечно же звучат очень ярко очень весело серединиста но как-то это не совсем правильно так и так значит что представляет собой ялзе 5 значит входной усилитель на пентоде вот дальше идет усилитель корректор усилитель корректор и из его выхода сигнал идет на выход магнитофона это не линейный выход магнитофона по той причине что на уровень сигнала напряжение звукового на нем полностью зависит от регулятора громкость регулятора записи эта тема нам еще дальше понадобится вот дальше с выхода сигнал идет на его встроенный усилитель мощности работающий на воду усилитель мощности работающий на два динамика типа 1 gd9 так себе ну и там ящичек конечно работает как-то немножко как акустическая система но эти сраненькие динамики вот и и отсюда сигнал идет еще вот по этому проводочку он попадает на переключатель этот переключатель переключается фактически когда мы выбираем режим работы магнитофона на высокого воспроизведения либо на запись каких-то входов он сейчас находится время воспроизведения этот сигнал вот через эти детали конденсатор и вот этот резистор попадает в катод 1 каскада усилителя корректора то есть мы имеем обратную связь отрицательную санода 2 каскада сану по схеме санода 3 каскада связь на катод 2 каскада в результате эти обратная связь она частотозависимая вот ее глубина зависит от номинала этого резистора данном случае стоит 110 килоом вот и фактически чем выше частота тем выше частота тем обратная связь увеличивается потому что за счет емкости этого конденсатора обратная связь растет с увеличением частоты вот соответственно чем выше частота тем больше работа обратной связи тем меньше усиление всего этого усилителя корректора вот мы имеем фактически частотную коррекцию воспроизведения вот но так как нам в этой частотной коррекции надо не просто компенсировать завал эдс головки ближе к низам нам еще надо компенсировать щелевые потери то вот здесь вот находится еще одна цепура вот это вот вот сюда же в катод она подключена это колебательный контур из катушки эл-1 и двух конденсаторов вот фактически один из этих конденсаторов включается при переходе магнитофона на другую скорость вот то есть в одном положении они работают оба в девятой скорости пардон в девятой скорости они работают только этот конденсатор а при девятнадцатый работают оба вот значит частота резонанса этого контура она влияет на то что в какой-то момент когда мы находимся на частоте резонанса этого контура он шунтирует катодный резистор и обратная связь перестает действовать то есть она перестает действовать на частоте резонанса этого контура и там происходит подъем 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 частот соответственно подъем наверху для компенсации щелевых потери головки все на этом схема коррекции магнитофона закончена а теперь посмотрим что же происходит происходит вот что вот это вот моя табличечка да и что заряпал немножко спиртом когда протирал и так я взял обычную контрольную ленту нашу советскую 80-х годов лим стал 70 микросекунд что важно значит в том же наби у нас там там 50 микросекунд для 19 скорости для 9 у наба стандартизировано 90 микросекунд вот а у советской этой ленты она фактически стандарта ccr у нее 70 микросекунд фактически в промежутке вот магнитофон двускоростной ну и как бы мы вот я вот решил по ней настраивать по них по крайней мере по контролировать посмотреть что будет вот что важно уровень остаточной магничности мне абсолютно не важен так как у нас уровень сигнала на выходе целиком зависит от регулятора громкости и фактически если у нас на магничность больше или меньше уровень выхода линейного не стандартизирован то есть линейного выхода просто нет поэтому пофигу если настраивать на какую ленту можно просто подстроить регулятором громкости нужный уровень выхода и все поэтому достаточно магничность лента не важно а вот что происходит поставили мы лим у которого 70 микросекунд на 9 скорости если мы ничего не изменяем схеме вот та самая схема рабочая то что мы имеем примерно на 300 герцах ну 250 0 децибел на 500 на 1 децибел растет на килогерц и уже добавляется 4 децибела что же как вылетает из стандартных ворот 3 децибела а дальше идет мощнейший рост и на 6 и 3 килогерца аж плюс 19 децибел просто гора вот потом резкий спад и на 8 килогерц плюс 4 а на 10 уже ничего нет все то есть магнитофон диалуза он как бы на 9 скорости должен работать до 8 килогерц вот таким образом диким задир задиром частоты мы вот как будто бы имеем вот эту а чиха но это же ужасно звучит это мы имеем яркие красивые вот эти 6 и 3 к везде но на их фоне естественно заваливается низ но и вообще-то непорядок вот сделан так вообще звучат очень многие магнитофоны 60-х кого не смотрел ранее совсем у них вот так вот сделана коррекция возможно подозреваю это сделано для того так как магнитофоны в большинстве работали на свою акустическую систему так просто было красивше красивше если мы это подключали какому-нибудь приемнику ну тоже вот такой задир на верхах он давал такую красоту ламповость такой некую ламповость приламповость но это же нам не очень нравится вот попытаемся я очень туда привел характеристики более-менее линейным вот значит что мы начали делать что я начал делать сперва первое конечно же да надо понять что происходит почему это задир это явно работает резонанс вот того самого контура в катоде из катушки но для начала я решил увеличить вот эту вот обратную связь общую задающую чтобы и увеличить чтобы увеличить вот этот резистор вот он из нее 110 кОм я меняю на 80 кОм коэффициент обратной связи вырастает вот и смотрим что получилось мы уже имеем она больше прижимает 500 больше прижимает килогерц эти подъем только 2 все все прижимает больше 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 и вот у нас даже как бы основной задир этого резонансного контура тоже стал меньше плюс 12 вместо 19 но на 8 0 хорошо это мы как бы вот в рамках да но конечно не очень хорошо следующая идея моя очень простая нам надо резонанс контура на девятой скорости сместить в более высокую частоту то есть убрать его 6 и 3 убрать туда повыше куда-нибудь на 8 на 10 чтобы он как бы может быть он будет действовать на краю как бы подъема этого резонанса этой горочки резонансный но что-то такое как бы возможно улучшится и так и произошло катушку коррекции у меня нету здесь измеритель индуктивности поэтому я просто ферритовый стержень который в ней находится регулировки выкрутил максимально возможно чем поменьшил ее индуктивность и в результате резонанс контура переполз на более верхние частоты при той же обратной связи от при 80 килоумах смотрим здесь все осталось ну там незыблемо 0 0 0 здесь на чего падать то что горбик резонансный улез падает 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 а здесь даже он поднялся потому что горбик то туда перелез вот уже очень даже красиво очень даже красиво по сравнению с тем что было было а тут вот дальше ну что же дальше доводим теперь следующее резонанс контура добротность его она ну как бы это острота этой горочки вот ее бы я бы решил бы немножечко ее расползти сделать горочку не такой острый и торчащий а сделать ее более пологой и менее поднимающий когда вот для этого в контур вот этот контур вот сюда вот между катушкой и землей можно ставить резистор и фактически сопротивление этого резистора она будет гасить добротность этого контура добротность будет падать вот чем выше резистор тем хуже добротность какой-то момент он может вообще перестать действовать вот я посмотрел на схемы поздних выпусков этих яус все правильно там стоит резистор я начал с него 390 ом поставил что мы получили на 9 скорости у нас немножко выросла на килогерц горбик расползся но сама его верхушка уменьшилась то есть вместо 11 дБ подъема стала 7 вот ну и здесь соответственно раз ну получилось вот так вот 0 дБ на 8 килогерц после этого настало время проверить а так как цепь все одни и те же и на 9 на 19 я решил перейти на 19 скорость поставил на него другой лим вот который был с другой остаточной на магнитностью но этому что тут же уравняли регулятором выхода вот и у него те же самые то у все то же самое и на 19 скорости посмотрим как заработал эта цепочка на 19 скорости при переключении включился еще вот этот конденсатор резонансный контур смотрим резкость давай черт значит так что же на 19 завал пол дБ на этих частотах вот на килогерц мы имеем 0 дБ дальше подъемчик плюс 1 плюс 2 плюс 3 на 8 подъем плюс 4 10 его там резонанс контур это как раз да на 10 где-то плюс 6 и плюс 2 может быть резонанс и выше здесь уже просто не хватает ну как сказать это резонанс может находиться выше вот как сказать это 12 килогерц может оказаться как бы на краю этого резонанса рядом тем не менее вот такой подъем да это не очень хорошо я после этого увеличил еще этот резистор который мы поставили поставил вот пятьсот шестьдесят ом что мы имеем на 19 скорости чуть-чуть подна провалили снизу не знаю почему но это приемлемо на 1 дБ относительно 0 потом бум-пум-пум и вы знаете какая красота все то есть фактически все в рамках 3 дБ то есть даже на 12,5 кГц небольшой подъем ну вот здесь на 10 задир 3,5 ну это ладно в рамках для этого магнитофона все у нас укладывается в полосу 3 дБ очиха на 9 при этом происходит ну в общем то то же самое на 9 есть подъем на где у нас на четырех килогерцах ну ладно ничего здесь подъем здесь у нас ну то есть тоже в общем то черт не на 9 кэш похуже магнитофон работает явно хотя не за и получше вот но предполагается использовать вот 19 что же мы имеем в результате при рекомендуемой мной перестройка цепей коррекции раннего выпуска яузы 5 такова меняем резистор в обратной связи на резистор по 70 кг и катушку коррекции уменьшаем индуктивность и и выкручивая стерженечек феррита из нее вот она будет ну там на самом деле я так предполагаю где-то 47 милигенрина типа того вот и сюда вставляем резистор уменьшающий добротность резистор это делаете на 560 ом все в таком виде магнитофон будет работать и звучать достаточно хорошо без непривычные и не свойственные реальным записям яркости при этом все будет красиво и хорошо вот на запись тоже это будет очень-то нормально запись проверено у записи запись отличается только одним когда этот универсальный усилитель корректор переходит работу режим записи эта цепь исключается потому что нам не надо справляться с изменением ds головки с подъемом частоты просто вводится сюда просто вводится при записи резистор просто не что-то на зависимая отрицательная обратная связь резистора на 75 килоом вот глубина обратной связи большая усилители стабилизируется нелинейные искажения в естественные уменьшаются обратной связи а подъем необходимый при записи осуществляется все тем же контуром который у нас уже настроен вот так все на этом коррекция магнитофона яузы 5 работа с ней ну и была закончена